Доброе утро, друзья! Что было в новостях Прямо сейчас ознакомимся, посмотрим Вот ВКонтакт работает, Твич работает Все работает Блин, вчера Посмотрел Посмотрел новость про Как же называется-то Игрок 1 Готов Сейчас найду, найду, найду А, вот Посмотрел вчера В новостях тизер-трейлер фильма Первому игроку приготовиться Блин, короче Я вчера скачал эту книжку И всю ночь ее читал Так что Супер, не знаю Прочел половину Мне дико нравится Так что Думаю, сегодня дочитаю до конца Должно быть прикольно Изи Уин В 2045 Немного остатка Немного Немного Которые Но прям Вот так вот Сейчас еще раз посмотрим ролик Прямо Меня дико Я в 2045 Я родился в 2025 Но я надеюсь, что я бы взрослся в 1980s Как все мои герои Я живу здесь, в Колумбус, Охоо В 2045 Это еще раз Стоит наиболее Стоит наиболее В любом месте Немного Немного остатка Немного остатка Немного Которые Оазисы Это единственный Плеск, который Слышит, как я Международное В мире, где Лимиты реалии Ваши Уважаемые Ваши Это дискотека Которые Читал сегодня Проект Дискотека Которые Прикольно До этого я еще, видимо, не дошел Are you ready? В общем, ладно Не буду спойлерить самому себе Друзья Офигенная книжка Вчера прочел новость И Сегодня Вчера, точнее, скачал книжку Полночи читал ее Не выспался Ни хрена Я прямо сейчас Еле успел на передаче Потому что Тоже сидел с 5 утра Читал книгу В общем, офигенно Ладно Поехали смотреть Чего у нас интересного По новостям Произошло вчера По традиции У нас, кажется, конкурс Паркиджи заканчивается Вот-вот Со дня на день Поэтому не будем про него рассказывать Тем не менее Понедельник, 24 число 25 новостей Странно В очередной раз Доказывает, что Просто есть Спилбрик А есть режиссеры Творческие импотенты Даже группа Раш В трейлере Говорит о многом Блин, ну как бы Помимо режиссера Это важен еще Сюжетец То есть Он тоже Немаловажен Я бы сказал И Я, например, про эту книгу Ранее не знал Не читал ничего И вот С ней познакомился Вчера Собственно Увидел, что будет сниматься Фильм И мне подумалось Что перед тем Как смотреть фильм А он мне трейлер Понравился Хорошо бы прочесть книгу Чтобы посмотреть Вообще предысторию Потому что обычно Если вы читаете книгу То в фильме Вы получите процентов 30 контента Которые есть В книге И я решил Быстренько Не знаю Почему-то Когда вот ты уже взрослый Тебе чтобы прочесть книгу Нужно всего пару дней То есть Как бы Я помню В детстве я читал И это прям Занимало Дикое количество У меня времени И это было долго Нудно Я не любил читать Вообще Я полюбил читать Только когда начал читать фэнтези А до этого Мне подсовывали Каких-то Классику русскую Еще что-то Я прям вообще Не переваривал Потому что Не знаю Не понимал А потом пошла Фэнтези И прям такой Запоем Зачитывался В общем Я абсолютно уверен Что я сегодня Дочитаю эту книжку И как бы Так вот Будет прикольно Ладно О чем это я В общем Поехали по вчерашним новостям Посмотрим Что же интересного За вчерашний день Случилось В мире игр Ну обычно В понедельник Ни хрена хорошего Не случается Поэтому у нас Все новости Укладываются На одну страницу Посмотрим Что будет Аркель 4.0 Новые подробности Грядущего обновления Которые будут Установлены На корейские сервера Уже через два дня Собственно Об этом указано В первой строчке Данной новости В первую очередь В игру Будет добавлены Новые Межсерверные Арены Где игроки С разных серверов Смогут Помериться С силами Также В игру Введут Новую Морскую Арену Где бой Будет вестись На уже Боевых Кораблях Игроки В течение 12-ти минутного Раунда Будут разделены На 4 команды По 5 игроков В котором Победит Сильнейшая Команда Но это мы уже Так же читали Про это уже Были новости Награды За победу На морской Арене А так же На межсерверных Аренах Станут Новые знаки Кироса За которые Так же Можно будет Приобрести Новые награды Помимо этого В игру Введут Новую Новый Крупногабаритный Корабль Который Называется Морская Черепаха Адмирала Ли Сун Подробности Данного Обновления Вы по традиции Можете прочесть У нас на форуме Ссылочку на новость Я сейчас скину Если вы играете В Аркейдж Заходите Читайте Должно быть Круто Блин Рука чешется Поехали дальше Посмотрим Что же у нас там Опять же Комик-кон Нравится С Комик-коном Много всяких Разных Видос Трейлеров Очень много Сериалов От Нетфликса От HBO Так что Зыка Комик-кон 2017 Трейлеры фильмов Тор Рагнарёк И Лига Справедливости Кажется Я их Вчера видел Она это Бэтмена вызывает Тут понятно Вот мне больше Тор Импонирует Мне больше Так много Вчера Стоит 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 В плед До планеты Саккар И без Своего Молота Под названием Мьёльнер Который Кстати Вроде бы Будет Слоган В данном Фильме Тор Обязан Одержать Победу На Гладиарской Дуэли Против Халка Чтобы Вернуться В Асгард И спасти Его От Могущественной Хеллы И надвигающейся Собственно Конца Света Аргнарёка Премьера Фирмы Состоится 2 ноября Еще ждать 4 месяца Это жестоко А в Лиге Справедливости Бэтмен Вдохновленный Самопожертвованием Супермена Заручается Поддержкой Чудо-женщины Аквамена Киборга И Флэша И эта Отважная Группа Героев Попытается Остановить Очередных Злодеев Желающих Поработить И уничтожить Землю И её Жителей Фильм Кстати Тоже будет А потом Будет Лига Справедливости Ноябрь Будет Жаркий Это хорошо А если Хотите Сами Посмотреть Новости По Данной Видосы По данной Новости Заходите Смотрите Мультик Был Классный Какой Мультик Какой Мультик Был Классный Шрек На Арене Да Также Вчера Новость Была О том Что Открытый Тест На Консольной Версии Destiny 2 Продлён До 26 Июля То есть Если вы Вдруг ещё Не играли Прямо Сегодня Можете Скачать Игру И До Четырёх Часов Ночи По Сегодняшнему Времени Рубиться И играть Вы Сможете В очередной Раз Попытаться Защитить Последний Безопасный Город На земле Проникнуть Во вражескую Цитадель С другими Бойцами И уничтожить Всех Противников В общем Как то так Прямо сейчас Тестирование На ПК Будет В Абусте Ну это так Так Что у нас Тут опять Новые ролики С игровым Процессом АЕ Опять Shadow of War Продолжает Нас Бомбардировать Просто Какими-то Длинными Про Халко Мультик Там он на Ренебилз А Окей В общем На том же Комик-кон Который проходит В Америке Разработчики Игры Middle of Shadow of War Представили Новый ролик С игровым Процессом Точнее Это запись Просто Геймплея У вас будет Возможность В данном ролике Увидеть сражения С различными Противниками Система Не месяц В действии Некоторые элементы Паркура Битвы на маунтах Всевозможные Издевательства Над орками Но это вот Действительно То что Я дико люблю Потому что Именно ради этого Стоит в данную Игру играть Уничтожение Большого Огромного Количества Злобных Оргов Дерево Мини Главного Персонажа И такую Американскую Актрису Певицу Как Джанна Гаванкар Не знаю Кто это Но написано Настоящая кровь Стрела И сонная Лощина Также вы сможете Увидеть В каком состоянии Сейчас находится Игра Улучшится ли Визуальная Составляющая Или нет Ну скорее всего Никто ее Не улучшает Потому что То что показывают На выставках Это такой Выставочный Билд Который Всем И показывают А могут ли враги Похвастаться Интеллектом Какие испытания Ждут игроков В общем Тут очень много Вопросов Смотрите Видосик Ссылку на новость Я сейчас Скинул Смотрите В общем Я думаю Что до выхода Игры Shadow of War Который Состоится 10 октября Этого года Через 3 месяца Я думаю Надо перепройти Еще Первую часть Игры И Потом Перенести Свой опыт Во второй части Игры Я ее Кстати Вот Заказал Так что Будем смотреть Ссылочку на новость Я скинул В мухе плавает Кефир Очень болен Этот мир Привет Андрей Привет Что Что за Утренняя Поэзия Эш 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 Соф Креэйшн В системе Лута Могут Появиться Ставки Ну Это Вообще Обычная Тема Что Что Вы там Нового Объясните Что Система Рола При подъеме Лута В игре Вы способны Создавать Группы В которых Могут быть До 8 игроков Подобная Цифра Была выбрана Непроста Именно Благодаря Такому Количеству Людей В вашем Отряде Вы сможете Комбинировать Различные Роли Ну Это какой-то Рейд Получается Это уже Не пати Да У лидера Группы Есть Возможность Выбрать Правила Лута Мастер Лут Поочередный Групповой С киданием Кубиков А Также Разработчики Придумывают Добавить Систему Ставок В лут То есть Если вы Очень Хотите Заполучить Вещь Упавшую С монстра То у вас Будет Возможность Сделать Ставку Естественно Все золото Будет Разделено Между Короче Что за Тупость Не знаю Это Не знаю Вы знаете В нашей Игре Будут Квесты Вы сможете Ходить Выполнять Задания У НПС Это Прям Никогда Вы раньше Такого Не видели Ничего Вы представляете Квесты Выполняли Кроме того По словам Сотрудников Интерпит Студио В игре Присутствуют Традиционные Традиционные Роли В пати Такие Актанг ДПС Саппорт Но С помощью Систем Дополнительных Классов И Аугументов Вы сможете Кастомизировать Вашего Персонажа И выйти За некоторые Рамки Той Или иной Роли Проще Говоря Вам не Придется Думать Только О том Чтобы Погласить Свою Агрогенерацию Урон Или Лечение Ну И опять Понеслись Картинки Которые Я дичайше Ненавижу Концепт Арморов Ну Нахрена Сделайте Игру Покажите Ее Ну Правда Не покажут Ее В декабре То есть Через Год Ладно Эш Оф Креэйшн Видимо Нас в течении Полутора лет Будут Терекормить Отборным Овном Андрей Ставки Довольно Новая вещь Раньше Кидался Кубик Везде Получал Вещь Самая Везучая Теперь Ставки Допустим Нет Ты не понял Система Рола Лута Уже Давно Есть Что Это Блин Вове Было И в линейке Было Да вообще Во всех ММО Это было Ты Во что Я последний Грял Да В том же Аркейдж Ты Заходишь Настройки Пати Ты Выбираешь Те же Настройки Поднимает Тот Кто Поднимает Либо Это Ролится Либо Ты ставишь С какого Уровня Ее нужно Ролить Там Допустим Если Это Эпическая Шмоточка Ты ставишь Чтобы Ее Ролить Если Не Эпическая Допустим Поднимается По Правилам Группы Про Систему Ставки В Луте Мы Про То И Говорим Ставка В Луте Работает Только На Шмотки Не На Деньги Деньги Делятся Все Так Ж Поровно Между Всеми Участниками Группы Да Везде Это Есть Обычные Простые Такие Блин Вы знаете У нас Машина С Двигателем Вы Не Поверите Все Смогут Использовать Двигатель В нашей Машине Чтоб Она Ездила Также У нас На форуме Подготовлена Авторская Статья По Игре Total War Warhammer 2 Особенности И Состав Армии Царей Громницы В нашем Сообществе Появилась Очередная Часть Цикла Статей Посвященных Новым Расам Стратегии Total War Warhammer 2 Их Особенности Ранее Мы уже Рассматривали Армии Огров Темных Эльфов Ящерлюдов И Скавенов Теперь же Настала Очередь Одних Из самых Древних Обитателей Вселенной Царей Гробниц Именно Этой Коварной Древней Мстительной Расе Нежити Мы посвящаем Пятую Часть Цикла Ознакомиться С пятой Частью Можно По ссылочке Которую Я сейчас Скинул В чатике Если вы Фанат Стратегии Либо вам Нравится Дико Либо Total War Либо Warhammer Заходите Читайте Для вас Написан Материальщик Вторая Часть World of Warcraft Travel Выдет В феврале 2018 Что это Такое В ноябре 2016 Вышла Первая Книга Из серии World of Warcraft Travel Путешественник Тревел Тревел Да Тревел Чего ты История Посвящена Отважному Мальчику Армартор Ну Сыну Исследователя Который Вместе С другими Молодыми Персонажами Открывает Различные Тайны Мира И вот Стало Известно Что Вторая Часть Новеллы Получившая Название The Spiral Path Выйдет 27 Февраля 2018 Года Содержать Она будет 432 Страницы Поэтому Если Вы захотите Приобрести Загляните На Амазон И Купите Ее Всего За 8 Баксов Причем Здесь Кто Больше Денег Ставит Никто Больше Денег Ставит А Ща Давайте А Да Я Тупой Все Извините Я Тупой Действительно Нужно Делать Ставку Тупой 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 Система Тупой Тупой Ну вот вы качаетесь там, не знаю, у вас там 8 человек Выпадает какая-нибудь крутая шмоточка И ты начинаешь во время кача отвлекаться и делать ставки Да, пока дописал Странно это, странно Ладно, по поводу World of Warcraft Ссылочку я скинул 8 баксов стоят книженцы при пепербэк Слушайте, не так дорого Если бы я в принципе был фанатом World of Warcraft Я бы себе купил Вот если что-нибудь такое было по линеечке Я бы, может быть, купил Ну очень много книжек по Warcraft разных Но я не такой Стоит напомнить, что события и приключения серии происходят во вселенной игры World of Warcraft Книга предназначена для детей 8-12 лет, а также содержит довольно много красивых иллюстраций Ну само собой, 432 страницы Первую часть путешественника на русском языке Можно будет приобрести в сентябре этого года Прикольно Блин, мне нравится, когда Что-то выходит за пределы вселенной И вот какой-то такой фан Как это называется-то? Различные фан-проекты Не фан-проекты Ну околоигровые истории развиваются там Ну это круто Совсем забыл, щёчки Поехали дальше Комик-кон Я не знаю, что за доктор кто Я вчера с женой тоже смотрел Передачу моего знакомого Который делает много роликов По разным комиксам И Фильмам И вот он рассказывал тоже про очередного доктора кто И я говорю, что они Кто такие докторы кто? Что? Она говорит, ты лошара В общем Доктор кто? Трейлер рождественского выпуска В 17-м году поклонники культового сериала Доктор кто? Видимо культ мимо меня прошёл Ждёт довольно Значимый рождественский выпуск Текущий 12-й доктор кто В исполнении Питера Капальди Присоединится к Дэвиду Брэндли Первому доктору Вместе они отправятся Времена Первой мировой войны В рамках Сан-Диего Комик-кон был показан новый трейлер В котором оба доктора Застрявшие в один момент времени Объединяются Twice Upon a Time То есть одновременно Станет Последним эпизодом Капальди Уже Ставший привычным доктор кто Уйдёт в отставку после трёх сезонов Также в трейлере можно увидеть Марка Гейтиса Сценариста и актёра Известного поклонником По сериям Эксперимента Лазаруса Свадьба Риверсон Симпатия к дьяволу В общем и так далее Ранее Марк играл лишь В тростепенной роли Но кто знает Что предназначено ему В этот раз Кроме того Именно в рождественской выпуске Мы увидим Джоди Уутекер Уутакер Следующую реинкарнацию доктора 13 доктора кто Станет первой женщиной Версии Полюбившегося персонажа В чём В чём вообще фишка Что такое доктор кто Я вообще не знаю Что это такое Друзья скажите мне Насколько Насколько вообще Это Интересно И пропуская Доктор кто Кто это доктор кто В чём фишка Что это такое Доктор кто Википедия Расскажи мне Доктор кто Культовый Телесериал Компании BBC Об инопланетном Путешествии Во времени Известном как Доктор Вместе со своими Спутниками Он путешествует Во временном Пространстве Для спасения Целых цивилизаций Спасибо за подписочку И для собственного Удовольствия Доктор кто Самый продолжительный Научный Фантастический сериал В мире Важная часть Массовой культуры Великобритании Он получил Признание Публики Оригинальный Сериал Шел С 63 По 89 Год В 96 Году Вышел Тивилизионный Фильм Доктор Кток Который Должен Был Стать Пилотной Серией Сериал Продолжение На плохие Рейтинги Бла 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 Сериал Внесен В книгу Рекордов Гиннесса А с какой С какой Серии Надо его Начинать Читать Смотреть Старый Прямо С 63 Года Он культовый В англевающих Старом Стример Неуч Фишка В том Что если Ты хочешь Немного Смотреть Сериалы Знаешь Если Ты хоть Немного Смотришь Сериалы Знаешь Кто Это Я Немного Смотрю Сериалы Но Не знаю Кто Это Все Обломились Выкусили Наверное Миллиард Серий Лучше Начать С нового А новый В каком Сезоне То есть В каком Году Стал Выходить Чтобы С 2005 Года 2005 Год Окей Ладно Посмотрим Сегодня На Не то Открылся Ссылочку Я Да Еб Просет Ссылочку Да Скинул Уже Там 10 Сезонов С 2005 Года Окей В общем Как Доктор Хаус Доктор Хаус И Доктор Стоп Надо Быть Посмотреть Далее Поехали Разработчики Overwatch Объяснили Почему Терри Крюс Не Озвучил Doomfist Наверняка Многие Из вас Расстроились Когда Узнали Что Вместо Терри Крюса Кулака Смерти Doomfist Озвучил Сарн Гауджа Вы знаете Русскоязычным Игрокам Вообще На сради Абсолютно Потому что Они не слышат Оригинальных Голосов И у них Нет Вот этого Запоминающегося Актера Который рекламирует Old Spice И прочие Дезодоранты И вот Интервью Порталу GameSpot Старший Дизайнер Командного Шутера Все таки Объяснил Почему Был сделан Такой Выбор По словам Майкла Команда Blizzard Любит Терри И она Отлично Провелась С ним Время Когда он Посещал Студию Но У разработчиков Уже было Сложившееся Видение Персонажа После того Как сотрудники Компании Услышали Голос Нгауджи Они Сразу Поняли Что Именно Сард Должен Быть Думфистом Так как Он Подходил По всем Параметрам Задуманным Blizzard Ну Как я уже Сказал Что В принципе Те Кто Играет В русскоязычную Версию Игры Им Абсолютно Насрать На Это Поэтому Далее Снова Archeage Снова 4.0 Снова Из Коре Многие Игроки Как раз Играют В оригинале Ну Я знаю Что Вот Все С кем Я играю Они Играют В русскоязычную Версию И Не парятся Archeage 4.0 Трейеры Посвященные Новой Морской Арене 27.0 Июля Напомню Через 2 дня На корейских Серверах Будет установлено Обновление 4.0 Для игры Archeage Одним Из ключевых Нововведений Станет Вод Межсерверных Арен Также Играм Представит Посетить Новую Морскую Арену Про Которую Мы уже Говорили Ранее Арена Будет Рассчитана На 20 Игроков От 30 Уровня Выбранных Случайным Образом И распределенных На 4 команды По 5 человек В каждый Про награды Мы тоже Говорили На официальном YouTube Канале Игры Появился Трейлер Посвященный Этой Морской Арене Из нашей Новости У вас есть Возможность Увидеть Захватывающий Да что Так Какая-то Какая-то Болезнь Меня настигла Сегодня Из данного Ролика Вы сможете Увидеть Собственно Бои На данной Арене У вас Будет Возможность Увидеть Захватывающие Бои Между Капитанами Всевозможные Корабли Перестрелки А также Подводного Монстра Более Подробную Информацию Можно прочесть Сводной Теме На нашем Форуме Ссылку На которую Я Сейчас Скинул В ваш Чатик Заходить Смотрите Зачем Они В ролик Грацию Вставили Хрен его знает Сиротин Не болей Да че то Че то Че то Че то Не знаю Так Star Wars The Old Republic Flashpoint Crisis on Umbrella Станет доступен В августе 22 числа Собственно В августе Выйдет Новый патч Игрокам Станет Доступно Большое Обновление Список Изменений Которых Можно Прочесть У нас В новости И как всегда Ссылочка На которую Я отправляю В чатик Вконтакте На Твич Из дополнения Собственно Что у нас Будет У вас Получится Посетить Новый Сюжетный Flashpoint Который Будет Доступен На таких Уровнях Как Стори Ветеран И мастер На планете Umbrella Появится Возможность Приобрести Новое Жилище Да Блин Представляющийся Из себя Движущий Поиск Для того Чтобы получить Доступ К Подобной Крепости Вам предстоит Несколько раз Пройти Flashpoint Вы сможете Кастомизировать Оружие И броню Также В данном Дополнении Вам разрешат Купить Прически Появится Функция Изменения Графических Настроек Для увеличения Реализма И контраста Теней Это именно То Чего нам Не хватает В играх Будет Введена Возможность Призывать Компаньонов На ходу Балластными Правками Заведутся Следующие Дисциплины В общем Список которых Указан У нас Новости Здорово Спасибо Заходите Смотрите Dying Light Получит Еще 10 Дополнений Экшн Зомби Dying Light Не представит Популярным Именно Поэтому Компания Течленд Объявила О том Что В течении Ближайших 12 месяцев Сопирается Выпустить Еще 10 Бесплатных Дополнений Также Сейчас Спустя Два с половиной Года После релиза В игру Продолжают Заходить Более 500 тысяч Человек Интересно Это в месяц Такое количество Игроков Показывает То Насколько Активно И многочисленное Сообщество Игры В качестве Своей Благодарности Разработчики Добавят Новых Врагов Новые Игровые События А у меня Интересно Есть эта игра Или нет Библиотека Есть Я в нее Целых Два часа Поиграл Но Ни хрена Ни хрена В общем Дайнлайт Стал Большим Успехом Для разработчиков Сообщество Игры Превысило 8 миллионов Уникальных Игроков Со всего Мира Как мы уже знаем В разработке У студии Находится Еще один Пока не анонсированный Проект И исходя Из такого Успеха Вполне Возможно Вполне Возможно Что нас будет Ожидать Проект Дайнлайт 2 Кстати Кроме того Разработчики Трудятся Над еще Одной Игрой В которой Будет Кооперативный Режим И открытый Мир Однако В отличии От Дайнлайт События В ней Будут Разворачиваться В фэнтезийном Мире К работе Над новым Проектом Wild Hunt Ну это круто Круто Посмотрим Посмотрим Че там Поляки Нам наваяют Ссылочку На новости Трейлер Я скинул Можете Зайти Пообсуждать К нам На форум Welcome Yakuza Kiwami Возвращение На улице Камурочо Yakuza Компания Sega Опубликовала Новый Трейлер Посвященный Грядущему Ремейку Yakuza Kiwami В ролике Поклонникам Продемонстрировали Боевые стили Их можно Будет Опробовать На Головорезах Камурочо Которые Так и Напрашиваются На хорошую Взбучку Кири Обладает Четырьмя Различными Смироносными Приемами Уже Не терпится Испытать их В бою Не правда ли? Спрашивает Нас Кирайра Спасибо За подписочку Wild Pitch Wild Pitch Wild Pitch Игрокам Предстоит Сражаться При помощи Стилей Сбалансированного Бравл Бравлера Блин Вот эти все Названия Прям Молниеношного Раша Непрезойденного Дракона Конечно Многочисленные Противостояния Не единственное Я вижу Там карты Не единственное Что Может быть В игре Помимо боя В якудзе Блин То ли ролик Смотрит То ли читает Помимо боя В якудзе Кивами Есть и классические Миниигры Такие как Маджон Караоке И Бассейн Миниигра Бассейн Также появились Новые функции Например Гонки на Автомобилях И Многое Другое Выход игры Запланирован На 29 Августа Этого Года Соответственно Примерно Через месяц Все фанаты Якудзы И Кулачных Боев Смогут Ворваться И надрать Всем щи Так Едем дальше Хардстоун Каждый день Хардстоун Не дня Без Хардстоуна Рыцарь Ледяного Трона Третья часть Комикса И Замолчи Одна из новых Карт Интересно Сколько у нас Новостей Хардстоуна Фанпэй Давай Хардстоун Первая часть Комикса Вторая часть Комикса 23 21 20 18 Много Выход Дополнения Рыцаря Ледяного Трона Для коллекционной Карточной Игры Хардстоун Состоится Только в середине Августа Слава богу Это произойдет Не так скоро Потому что Видимо нам придется Каждый день Читать новости По данному Дополнению Как ожидалось Компания Blizzard Выложила Третью часть Получившего Выложила Третью часть Получившего Название И как ожидалось Компания Blizzard Выложила Третью часть Получившего Название Свобода Третью часть Чего Видимо Слово Комикса Забыли Поэтому На этот раз Вам предстоит Узнать Какая судьба Пластигла Валиру Сангвин Блин, опять вот эти дебильные названия Так, ладно, я это потом Почитаю В общем, ссылку На новость я скинул, можете зайти посмотреть Если вас драйвит Хардстоун Ммм, Ведьмак 3 Неожиданно Ведьмак 3 Дикая охота, механики выживания В моде Праймал Ниц Если вам надоело перепроходить Игру Ведьмак 3 И хочется внести в игру разнообразие Стоит обратить внимание на модификацию Праймал Ниц от пользователя Стефан 33 72 И чем же она интересна Все просто, Праймал Ниц добавляет В игру три новых функции Голод, усталость и жажду Помимо специального интерфейса Разработчик данного дополнения Продумал все до мелочей Так, еда может испортиться Со временем И перестать восстанавливать вам здоровье Однако есть Ее все еще можно будет Жажда, кроме всего прочего Не даст вам восстановить выносливость А усталость отрицательно скажется На боевых навыках Геральт сможет блокировать И уклоняться от атак Не сможет Кроме того Убежать от врага в таком состоянии Тоже не удастся Блин, скариншот Приблизить невозможно Соответственно Можно данный мод скачать У нас из новости Ссылочка там есть И Возможно это Возможно это именно то Что заставит вам Заново попробовать Пройти Вашу любимую игру С Новыми Функциями Настроить сложность выживания Вы сможете В специальной функции Так что Самостоятельно Подберете себе Ее по душе Скачать мод Можно совершенно свободно Предлагаем уже сейчас Для себя это сделать И Пробовать Игру В невиданном До сели Режиме Ссылочку на новость Я скинул Пожалуй Это Действительно Круто и интересно То есть Как бы Хорошая игра И к ней Достаточно такой Интересный Мод Только скариншот Ни хрена не видно Что на нем Ну указано Ну вот это Вот видимо Жажда И все прочее 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 И давай Масштаб по умолчанию Сделаем Пожалуйста Едем дальше PlayerUnknown's Battlegrounds Продано более Пяти миллионов Копий игры Вообще Круто Срубил проект PlayerUnknown's Battlegrounds Обзавелись Новым рекордом За четыре месяца Было продано Более Пяти Миллионов В копии игры Сложно поверить Что за такой Маленький срок Проект удалось Достичь Настолько Высоких показателей С учетом того Что находится В стадии раннего доступа Компания Bluehall Пока не сообщила О такой новости Официально Однако Как сообщает Портал Веги Веги Между 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 Первого картами, добавить прыжки и многое другое. Ну да, ждем. Ну, вообще, классная игра. Так что абсолютно оправданно, мне кажется, данная новость и информация. PlayerUnknown's Battleground, если вы не знаете, крутая игрушка для, особенно если есть возможность поиграть с друзьями. Также у нас вчера ребята записали подкаст. Где сравнили две игры, которые прямо сейчас находятся в стадиях... Да что такое? Извините, раннего доступа это Цитадель Forge West Fire и... Почему-то я... И Dark and Light. Сейчас, секунду. Ребята все записали подкаст и попытались их сравнить, оценить сильные и слабые стороны. Запись подкаста вы можете посмотреть у нас в новости, ссылку на которую я, конечно же, скинул. Так что заходите, смотрите. Там Элиот, скорее всего, был, Хидео, наверное, Химера. Ну да. Может быть, Арганаки еще. Сможете узнать, на какую игру стоит обратить внимание, чем та или иная выделяется, какие у них плюсы, какие у них минусы и так далее. Нужно водичку пить. Да я что-то... Вот у меня все стаканы стоят, но они пустые. Уже несколько дней. Ссылочку я скинул, идем дальше. Лига легенд, континентальная лига, итоги четвертой недели. Если вы не знаете, каждый выходной день с 4 часов дня до 11 часов, до 10 часов вечера на официальном канале Riot Games российском на Twitch и YouTube происходят стримы игр из континентальной лиги. И эта неделя не стала исключением. За прошедшие 2 дня свершилось там порядка, сколько, 12 игр. Мне дико понравилась компания... Команда Гамбит, которая совершила серию из побед 14 побед. У ребят ни одного поражения, так что это дико круто и... Не знаю. В нашей новости вы сможете посмотреть коротко итоги прошедшей недели. Посмотреть самые яркие моменты в 6-минутном видео вместо того, чтобы смотреть 6-часовой стрим в 6 минут видео. Гамбит и Спорт для Гамбита Спорт сдала не самая простая неделя. М19 и Рокс уже были достаточно близки к победе как в прошлый раз, но всосали. Да, и Team Just явно не собиралась легко отдавать победу, но Кира и компания не собирались отставать от своих одноклубников и CSGO команды, которая, кстати, на той неделе также в Польше, в Кракове взяла первое место на турнире по Counter-Strike Global Offensive. Тоже Гамбит. Своих фанатов разочаровали Vivektis и Sports, которые серьезно сдали после ударного начала, а также команда Rocks, которые не смогли закрепить успех в прошлой неделе. Оба коллектива поставили под вопрос своего части в плей-офф стадии. Ознакомиться с результатами можно опять же в нашей новости. Не планируется ли какие-нибудь розыгрыши на стриме болтовни? Да что-то я не знаю, надо что-нибудь разыграть, что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь планирую. У меня тут лежит куча разных клавиатур и мышек после розыгрыша, я не знаю, дадут ли мне их разыграть? Ой, что, надо? А что надо разыграть, чтобы было интересно? Скажите, разыграем? Я хрен его знает. Давайте что-нибудь разыграем. Мне не жалко. Ссылочку на Лигу Легенд я скинул, идем дальше. Предзаказы на ретроконсоль SNES в крупнейших ритейлерах США уже были раскуплены. Блин, я хочу вот эту штуку себе купить. У нас никаких предзаказов конечно же нет. Мебель из Икеи разыграть. Давай стаканы разыграем, все равно пустые стоят. Ну, стаканы мне с вами нужны, я их периодически наполняю. А у меня вот есть, смотрите, вот такой вот вчера мне дочка принесла это Спайк. Если вдруг вы у вас есть дети и вы смотрите сериал My Little Pony, то там у Искорки есть такой подаван, как это сказать, оруженосец Спайк. Вот, Спайк сплощен. прикольно, но его разыгрывать не будем, он дочке. Не знаю, что разыграть можно. Вы, в общем, пишите, а мы что-нибудь придумаем. Видеокарту разыграйте. Видеокарту я отдал Алине. 10.60. Что-то подумал, что мне она не нужна, отдал я ее. В общем, в прошлый раз, когда компания Nintendo представила свою новую ретро-консоль NES, многие не понимали, на какую аудиторию надеется японская компания и пророчили достаточно низкие продажи. Но прошло время, и оказалось, что спрос намного превышает предложение. По этому моменту, когда Nintendo закончит поставки новой системы на рынок, многие желающие так и не смогли ее приобрести. И вот, кажется, ситуация повторяется. Дело в том, что один из крупнейших американских ритейлеров под названием Walmart рапортует, что все пакеты предзаказов на новую ретро-консоль уже были раскуплены, причем для этого потребовался всего один день. Nintendo обещали увеличить количество производимых копий сравнительно с предшественником, но подобные новости вряд ли обрадуют тех, кто уже потерял кучу времени впустую, пытаясь купить данную консоль. А теперь надеется приобрести ее улучшенную версию. Напомним, что продажа ее стартует 29 числа. Ну-ка джойстик, 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 может быть какой-нибудь Amazon? Где ее купить? SNES, SNES, Buy, Buy, SNES. Интересно, это настоящая или это поддельная? 160 долларов, она же должна что-то стоить 70. Или это как-то, мне кажется, что-то не то. eBay. Давай мне, найди мне eBay. Неужели... Что это? Нет, это не совсем то, что мне нужно, я думаю. Ладно, я думаю, что в России проблемы с консолями от Nintendo не будут и такая же ситуация будет как и с Nintendo Switch, когда в России его полно везде, а в Европе, Азии и Америке их тупо в продаже нет. Эх, поностальгируем. Ворма слышу, вспоминаю South Park. Да, да. Пару операции ты сможешь ей встать. Уже перекупщики заработали. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет. Ладно, поехали дальше. Lineage 2 классик, обзор событий Grand Canyon, который готовит у нас или утка, так сказать, горо. может зайти почитать, если вдруг вам интересно, кто там кого заформил, Закина, Баюма, Антараса и прочих анквинов, можно посмотреть в нашем материале. А в России у кого-то есть Nintendo? Лично ни у кого из моих друзей нет такой приставки. У меня Nintendo в детстве не было, у меня была Sega, была Dendy, а потом уже был компьютер. Nintendo я пропустил, потому что она была дорогая. Вот. Клавиатуру разыграй. Надо узнать, можно ли ее разыгрывать, я спрошу у ребят. Microsoft объявили о прекращении поддержки Microsoft Paint. Paint является приложением, в котором учились рисовать многие юные пользователи персональных компьютеров, начиная с 1985 года. Но, судя по всему, следующие поколения не смогут поэкспериментировать, ведь компания Microsoft объявила о прекращении поддержки данного проекта. Ну и слава богу, че. В описании к будущему обновлению Windows 10 Microsoft отметили, что считают Paint морально устаревшей программой, которая не находится в состоянии разработки и доработки, и вполне возможно будет удалена из будущих версий операционных систем. А вот Paint 3D трогать пока не будут. Спасибо вам за подписочку. Стоит заметить, что компания уже приняла решение убрать такие классические программы, как почтовый клиент Outlook, и правильно, и программы для просмотра в PDF, а также других текстовых файлов фридер. Ну и хрен с ним, собственно. Я абсолютно считаю, что Paint сейчас нахрен не нужен, потому что Paint, Paint. Сейчас есть много других оболочек, более продвинутых и менее дурацких. А в начале, там, не знаю, назови остановление графических вообще интерфейсов, когда этого ничего не было, то я думаю, это было оправданно и нормально. Далее, что? Mobile, Linch 2 Revolution, секреты топовых игроков от А до Я. Очередная статья по игре Linch 2 Revolution опубликована на нашем форуме. Ссылочку я сейчас, как всегда, по традиции скидываю. На этот раз это новый сборник советов от Alux, подкрепленный видеогайдом. Здесь мы найдем советы по выбору оружия, брони в коробках на 30-м уровне, короткий список этапов прохождения хвостов на получение профессии, обновление кристаллами душ и их комбинации в экипировке, а также многое другое. Прочесть материал можно, как я уже сказал, по ссылочке, которую я скинул прямо сейчас вам в чатик. Также мы периодически готовим материалы, которые называются серии материалов под названием «Обзор последних обновлений РПГ», которые находятся в разработке. Судя по названию, это уже пятый материал, ссылки на которые я скинул в чат, можете зайти посчитать. Специально для поклонников жанра РПГ мы подготовили нашу регулярную рубрику, посвященную обновлению интересных РПГ-проектов, которые находятся в активной разработке. Спасибо за подписку. В этот раз мы расскажем о таких проектах, как Underfail, Expedition, The New World, Pillars of Eternity 2, Atom RPG, Pathfinder, Kingmaker и Tower of Time. Прочитать, обсудить обзор можно в следующей теме. Ну, в общем, ссылочку на которую я скинул. Заходите, смотрите, если вы фанат РПГ-игр, вам будет интересно, что же интересного нас ждет в ближайшее будущее по данным играм. Почему Skull & Bones не стало продолжением Assassin's Creed Black Flag, видимо, спрашивает нас Кирайра в своей новости. Но знак вопроса мы не видим. Компания Ubisoft возлагает большие надежды на свой новый проект, который называется Череп и Кости. Анонс стал одним из больших сюрпризов во время выставки Е3. Спасибо за подписочку вам, друзья, присоединяйтесь к нашему сообществу. Игра явно была разработана под вдохновением от франшизы Assassin's Creed скорее всего Black Flag. Да что уж говорить, морские баталии были взяты собственно из данной игры. После выхода Assassin's Creed Black Flag команда Ubisoft из Сингапура не захотела отклоняться от пиратской тематики и создала прототип военно-морских сражений в формате один на один. Несмотря на то, что игра оказалась довольно веселой, она все же была далека от Assassin's Creed, именно поэтому Череп и Кости было решено сделать отдельным и совершенно новым тайтлом, как это называется в игровой сфере IP. Позиция Ubisoft заключается в том, что пиратская романтика чрезвычайно привлекательная идея, а когда в нее добавляется мультиплеер и динамика, все становится еще более захватывающим. Кроме того, что Skull & Bones не превратился в очередную часть Assassin's Creed, дает команде разработчиков немного больше свободы и действий. Ubisoft планирует поддерживать игру и бренд в целом в течение 10-15 лет, так как по их мнению у серии Черепа и Костей есть большой потенциал. У меня есть определенные сомнения на этот счет, потому что я играл в данную игру и она чем-то мне напомнила игру World of Warships от компании Wargaming. Суть игры примерно такая же. 5 игроков или 4 игрока с каждой стороны должны выполнить определенную миссию на карте. У вас есть 3 типа кораблей, которые вы можете выбрать. Это либо тяжелый корабль, либо это средний корабль, либо это какой-то вообще лайтовый. Соответственно, медленно едет, быстро ездит, средний ездит, средней там, средней прочности среднего оружия. И если у вас в команде играют раки, а играя мультиплеерная в первую очередь, которые не синхронизируют между собой свои действия, не общаются и никак вообще не коммуницируют, то это будет фейл. Собственно, у меня произошло именно арты, арта будет. Ну, собственно, корабли пуляют, все так хорошо, и ПТ, в общем, все там будет. У меня есть определенные опасения, потому что смотреть видео, которые нам показывает разработчик, это одно дело, а совсем другое дело играть и получать реальный опыт от данного проекта. Вот. Так что высказать свои мнения можно, конечно же, у нас в новости ссылку, на которую я скидываю. Заходите и обсуждайте вместе с нашим комьюнити, присоединяйтесь, во-первых, к нашим комьюнити и обсуждайте данные, данную новость. Потому что Black Flag, она была очень интересная игра, и прям всем дико понравилась вот эта вот морская, то есть можно было поплавать и по островам побегать, не знаю, что будет, посмотрим. Anthem, юмористическая промо-игры от компании BioWare. Несмотря на последние неприятности и хлопоты, компания BioWare не теряет чувство юмора, и совсем недавно при поддержке компании Electronic Arts вышла новая промо-пародия на грядущий проект от них, который был анонсирован в рамках прошедшей выставки E3, а точнее мероприятие под названием E-A-Play. Разработчики сняли видео, в котором рассказывают о том, какую уникальную рекламу для своего нового продукта они хотели бы сделать ранее, а теперь и вовсе воплотили в жизнь. Конечно, это может казаться совсем несерьезным, но компания выпустила целый кукурузный лабиринт, выкрасила, вырастила, целый кукурузный лабиринт, видя слово BioWare и изображение персонажа из игры Anfem. Обязательно поставьте видео до конца, ведь именно там и скрывается самая главная его часть. Кто владелец кукурузного поля интересуется у съемочной группы, стоит ли сказать с BioWare было здорово работать, ему отвечают да подойдет, после чего фермер произносит данную фразу на камеру. КОНЕЦ 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 Мы не могли быть счастливыми с каком все получилось. Я имею, это 50-летний эксо-сут. Они покажут выращенную Коля, почему она как маленькая? КОНЕЦ 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 но тупость тупость ладно друзья в общем это была последняя новость и чё я сам не понял чё видимо в этом есть какой-то юмор танки американский а в общем друзья это все новости за вчерашний день уложились в один часик один часик брать будете вчера понедельник понедельник обычно это скудный на новости день давайте расскажу что у нас все таки еще проходит конкурс по игре аркейдж сейчас меня сайт загрузится слишком сложно я ухожу абсолютно с вами согласен игра аркейдж ссылочку на ты гамма что не будешь после нет я пойду по завтраку и пойду читать книжку и что я хочу прочесть книжку сегодня мне это дико интересно а потом пойду работать в общем друзья у нас до сих пор проходит конкурс по игре аркейдж в котором вы можете выиграть классную клавиатуру мышку либо наушники прямо сейчас проходите участвуйте возможно он еще не закончился сейчас проверим сейчас давайте выберите фракцию меня восточный континент так причем восточный континент западный восточный нет все не работает кончилось что не работает фаген щит пойду ругаться потому что не указано что не работает ни хрена в общем друзья тогда на сегодня все мне не налазит клауды у тебя очень большая голова дружище вот думаю что сегодняшний будет интересный и классный наверно вот желаю вам приятного дня увидимся с вами завтра в 10 часов утра по традиции здесь на канале глухомиде я буду вас ждать приходите подписывайтесь на наш канал запись стрима будет само собой выложена нашему live youtube канале с вами был адрес сиротин и увидимся с вами уже завтра а чё у нас сегодня из стрима будет давайте посмотрим сегодня у нас ведь вторник сегодня в 6 часов вечера что будет у нас эллиот и органаки будут показывать новую игру от компании эпикеймс которая называется фонайт фонайт и в 8 часов эллиот будет показывать альбион онлайн альбион онлайн в общем покупайте билеты приходите здесь на канале глухомиде все на сегодня все подписывайтесь с вами был адрес сиротин увидимся с вами завтра в 10 утра до новых встреч